Конструктор создания и настройки показателей В платформе TRIOFLY все данные и метаданные хранятся в одной большой плоской таблице. Каждому столбцу данной таблицы соответствует некоторый показатель. В данном видео мы рассмотрим механику создания показателей в платформе. Каждый показатель имеет один из фиксированных типов значений. Логическое да нет – логический тип данных. Даты и время – значения на конкретный момент времени с точностью до минуты. Денежный – это числовой тип данных с двумя знаками после запятой. Множество значений из справочника – множественный выбор значений из простого или древовидного списка объектов. Период – множественный выбор диапазона дат. Справочник – простой или иерархический список объектов. Строка – произвольная последовательность символов. Тип множественный файл – несколько документов необходимого формата. Тип файл – документ любого формата. Целое – целое число без значений после запятой. Число – числовой тип данных в формате 64-битного числа двойной точности с плавающей запятой. В системе также предусмотрена возможность задавать показателю аналитические признаки, то есть разрезы, в которых собираются или анализируются данные по показателю. В качестве аналитических признаков выступают показатели с типами значений «Справочник», «Период» или логическое «Да-нет». Если показатель – это мера, то его аналитические признаки – это измерения в стандартном представлении многомерного анализа. Чтобы начать работу с конструктором создания и редактирования показателей, необходимо в главном меню выбрать пункт «Показатели». Для создания нового показателя нужно нажать кнопку «Плюс» напротив пункта «Показатели». В правой части экрана отобразится панель создания нового показателя, а в левой части экрана будет отображен список уже созданных показателей. Любой показатель из списка доступен для редактирования. Перейдем к интерфейсу конструктора показателей. Для быстрого доступа к вновь созданным показателям можно переключиться на вкладку «Новые». Для быстрого доступа к часто используемым показателям можно переключиться на вкладку «Популярные». Показатели можно отображать в иерархическом виде по группам, а можно в виде плоского списка. Есть кнопки разворачивания и сворачивания всех групп, а есть кнопки разворачивания и сворачивания только одного уровня групп. Для быстрого поиска нужного показателя можно воспользоваться фильтрами. Для этого нажимаем кнопку «Показать фильтры». Далее задаем фильтрацию по типу значений, аналитическим признакам, признаку скрытого показателя или же признаку избранного показателя. Чтобы отменить фильтры, нажимаем кнопку «Сбросить фильтры». По умолчанию все системные показатели скрыты от пользователя, поэтому, чтобы их увидеть, надо будет установить значение «Да» или убрать фильтр признака скрытого показателя. Для удобства работы со списком в интерфейс встроен поиск по символам. Достаточно в строке поиска начать вводить символы, присутствующие в названии искомого показателя. Для примера найдем показатель «СКЮ». Таким образом, найдя и выбрав необходимый показатель, в правой части окна у нас откроется паспорт показателя. Паспорт показателя отображает название показателя, тип значения, формулу, если она есть, аналитические признаки, группа показателя – это то, в какие группы входит показатель. Возможно также посмотреть другие признаки, характеризующие автора, дату, время создания и прочие атрибуты. В самом низу мы видим, в каких объектах системы используется данный показатель. Для быстрого перехода к связным аналитическим признакам можно воспользоваться ссылками в названии показателя. Перейдем к аналитическому признаку «Склад». Если показатель имеет тип «Справочник», то в паспорте можно будет увидеть связанный справочник, в который можно перейти при нажатии на его название. Для показателя типа «Справочник» также доступно отображение объектов в системе, для которых данный показатель является аналитическим признаком. Возвращаемся к показателю «СКЮ» через связанные аналитические признаки. В паспорте показателя есть кнопки управления показателем, «Редактирование» для перехода непосредственно к редактированию показателя, «Отчет» для быстрого просмотра отчета с выбранным показателем, «Конструктор отчета» для перехода в конструктор отчета с выбранным показателем, «Конвертировать тип» для изменения типа показателя, например, из типа «Целое» конвертировать в тип «Денежный» или «Строка». Скрыть. Если вы хотите по умолчанию скрыть показатель из общего списка, как это сделано с системными показателями. Перейдем в режим редактирования показателя. После перехода в режим редактирования поля паспорта показателя стали доступны для редактирования, а также появилась возможность удаления показателя и его копирования в качестве другого показателя по нажатию на кнопку «Сохранить как новый». Теперь можно изменить тип показателя, его название, группы, аналитические признаки и формулу в редакторе формул. В следующем поле для показателя можно задать формулу, в соответствии с которой будет меняться значение показателя. После производства всех действий по изменению показателя необходимо его сохранить, нажав на соответствующую кнопку. Для примера создадим в системе новый показатель-справочник. Для этого в главном меню нажимаем на кнопку «Плюс» напротив пункта «Показатели». Далее выбираем тип «Справочник». Для создания нового справочника в системе нажимаем на иконку карандаша, указываем название будущего справочника, марки автомобилей и нажимаем на иконку «Плюс», после чего еще раз нажимаем на иконку карандаша, чтобы выйти из режима редактирования списка справочников. Созданный справочник автоматически будет выбран из общего списка существующих справочников в системе. Далее указываем название нашего показателя, марка автомобиля. Отметим, что название показателя и справочника могут отличаться, так как одному справочнику может ссылаться множество показателей. Указываем группу, куда будет сохранен новый показатель «Учебный центр» и указываем аналитический признак «Период», чтобы иметь возможность быстрого просмотра данных в разрезе периодов. Нажимаем «Сохранить» и переходим в паспорт показателя. Тут мы можем перейти в сам справочник и ввести новое значение в справочник, например, «Аурус». По аналогии с этим примером можно создать показатель других типов. Мы с вами изучили интерфейс и основной функционал конструктора показателей на платформе Триофлай. Не бойтесь экспериментировать и до новых встреч!